Всем еще раз добрый день. Я прошу прощения за эти проблемы, но я, тем не менее, хочу говорить о новых технологиях. И надеюсь, что они не подведут в данном случае. Еще раз немножко о себе. Я занимаюсь вопросами ухода просто очень много лет. Уход за детьми и взрослыми с онкологическими заболеваниями, с другими заболеваниями, включая в особенности боковой амиотрофический склероз, который по-английски ALS называется, за пожилыми, уход дома за больными родными. Это все не обязательно пожилые люди. И вот этот весь опыт, он меня мобилизовал на то, чтобы создать систему, которая обучает дома родных, которые ухаживают. К сожалению, то, что я вам буду сейчас рассказывать, является все-таки теоретическим осмыслением этой задачи. Я так до сих пор не смогла найти ресурсов, которые позволили бы мне это делать практически. Но я стараюсь разным людям рассказывать в надежде, что все-таки удастся продвинуть эту идею. Что такое этот проект? Это в сущности интерактивный образовательный проект, потому что именно обучением, именно образованием людей ухаживающих и людей, которым нужен уход, этот проект должен заниматься. Здесь разные аспекты. Во-первых, просто непосредственно обучение уходу. Во-вторых, само это обучение является социальной поддержкой и помощью тем, кто оказался в таких жизненных обстоятельствах. И самопомощь людей, терапия творчеством, которая важна и для тех людей, которые ухаживают, и для тех людей, за которыми ухаживают. Хотелось бы показать, как много аспектов важно учитывать, когда мы организуем обучение. Вот я уже сказала про самопомощь, в частности, терапия творчеством. Но здесь обучать людей нужно и правильной коммуникации. Коммуникация – это довольно сложная задача, особенно когда мы имеем дело с людьми с проблемами и маломобильными. Очень важно для ухаживающих понимание долгосрочного ухода, следование протоколам безопасности, социальная поддержка, профилактика распространения инфекций и другие аспекты. Вот всему этому очень важно научить людей, которые оказались в ситуации необходимого ухода, потому что это обучение помогает профилактике проблем. А, как мы знаем, всегда гораздо эффективнее предупредить развитие проблем, чем потом с ними бороться. И много сейчас мы говорим о том, насколько меняется демографическая ситуация и почему вопрос ухода переходит в эту новую плоскость. Как делать уход более эффективным? Потому что, ну, мы все знаем, да, популяция человеческая везде, в любом континенте изменяется, становится более пожилой, скажем, да. Хотя хотелось бы другое слово использовать. И тех, кто могут ухаживать за пожилыми, их становится меньше. Хотя, с другой стороны, здесь есть еще одно обстоятельство. Когда технологии развиваются, то очень многие профессии, специальности перестают быть нужными, потому что машины могут заменить человека. А именно в тех вопросах, где важно общение, где важно прямое взаимодействие человек-человек, машины нас заменить, по крайней мере, сейчас не могут. Хотя про роботов мы тоже поговорим. Мы, когда обсуждали паллиативную помощь, закончили как раз на том, что как быть нам, с учетом того, что организация ухода становится все меньше и меньше ресурсов человеческих для этого. И мы говорили о том, что роботы могут нас выручить. Вот я немножечко про роботов собрала. Но, тем не менее, люди, которые могут заняться уходом, становятся все более востребованными. И, как известно, сервисные, именно сервисные направления деятельности человека становятся все более востребованными. И поэтому обучение, поэтому важность того, что человек может сделать для своих близких, оно становится все более актуальным. И вот еще нижняя диаграмма показывает, насколько много людей, нуждающихся в уходе, проводят последний период жизни дома, не в специализированных учреждениях, где уже есть профессионалы. И где, может быть, профессионалам и не так нужно обучение, потому что они получают эту подготовку. Хотя тоже не во всех направлениях, как жизнь показала. А вот чтобы сохранить близкого человека дома, чтобы помочь ему быть до конца с семьей, очень важно, чтобы те, кто за ним ухаживают, умели это делать. Я лично задумала этот проект очень давно еще, может быть, когда сама была подростком, потому что у меня были такие обстоятельства. И поняла его значения как следует, когда ухаживала дома за мамой с онкологическим заболеванием. Но из-за отсутствия ресурсов мне так и не удалось сильно сдвинуться дальше, чем его понимание и осмысление того, как это правильно организовать. Но сейчас уже много ресурсов, которые создают разные организации в интернете, на ютюбе можно найти ролики, как ухаживать за человеком после инсульта или с травмой. Ну, много очень аспектов. И как я сейчас это вижу, именно современные технологии могут помочь перевести весь процесс ухода на принципиально новый, более высокий, более эффективный уровень. Поэтому для нашего с вами обсуждения я поискала именно то, как современные технологии могут улучшить положение в этом вопросе. И тут важно, что когда фонд, например, помощи людям, пережившим инсульт, делает свои ролики, то эти ролики, они общие такие. То есть нету персонализированного подхода. Та задача, которая поставлена мной перед этим проектом, заключается в том, что нужно сделать как можно более мелкие шажки в создании тех же самых видео. И дальше возможность их объединить, комбинировать как пазл, как пирамидку из разных фрагментов, которые подходят к этому конкретному человеку и даже скорее к паре, нуждающийся в уходе человек и ухаживающий за ним человек. Потому что, ну, очевидно, есть разница. Если, например, ухаживающий мелкий очень человек, небольшого роста, а тот, кому нужна помощь, крупный, тяжелый, то, как ему все это организовать, будет отличаться от обратной ситуации. Поэтому очень важно, чтобы мы имели большой спектр, большой выбор вариантов решения разных проблем для того, чтобы скомбинировать конкретную, ну, скажем, дорожную карту для этой конкретной пары, для этого конкретного больного человека. Универсального подхода нет. И современные технологии, вот, например, искусственный интеллект, насколько я это понимаю, может позволить ухаживающему выбрать именно правильные варианты и выстроить конкретную программу помощи. Вот здесь я собрала разные соображения по тому, как современные технологии могут нам помочь и улучшить уход за человеком, которому необходимо это для выживания. Первое, то, что сейчас уже очень распространено и уже не является даже новой технологией, да, социальные сети. И социальные сети вместе с современными технологиями, например, с онлайн-переводчиками, позволяют людям общаться, выходить из изоляции, независимо от того, где люди живут и на каком языке говорят. Это очень важно, потому что опыт помощи друг другу, он существует в разных странах. И, кроме того, очень важно еще вот что. Вот если, например, люди, человек, который чувствует себя в изоляции, вот проснулся ночью, среди ночи, и он один, и ему нужна какая-то поддержка, то его знакомые, друзья могут в это время спать. Но через социальные сети он может найти человека, живущего совсем в другой стране, где сейчас дневное время, и благодаря переводчику общаться с этим человеком. Таким образом, он получает эмоциональную поддержку. И эмоциональную поддержку также получает и ухаживающий, потому что в группах, которые созданы многими людьми в социальных сетях, можно получить совет. Можно поговорить с человеком, который проживает тот же самый процесс по-своему, узнать рекомендации, которые получили одни, и они могут быть полезны другим. И таким образом люди чувствуют, что они не одиноки, и что вместе с другими они могут преодолеть вот этот сложный период своей жизни и получить максимально важное для них в этой ситуации ухода за близким человеком. А с другой стороны, в социальных сетях еще могут общаться и люди, которые организуют, профессионалы, которые организуют такую помощь. Например, вот наш фонд, который был создан в Москве помощи людям с БАС, с ЭЛС, он имеет закрытую группу в Фейсбуке, где мы очень оперативно могли выяснить, что происходит с каким пациентом, договориться, кто будет туда направлен, решать всевозможные вопросы текущей организации помощи. Вот следующей возможностью облегчения ухода являются социальные роботы. Я прямо даже специально для нашего разговора нашла некоторые примеры. Вот такой робот, который, с одной стороны, является компаньоном для человека, нуждающегося в этом, а с другой стороны, может помочь проводить физиотерапевтические упражнения. Например, он может показать упражнения, он может проследить, чтобы человек делал эти упражнения правильно. Или вот мотивировать пожилого человека или человека, нуждающегося в такой помощи, тем, что он просто будет вместе с ним, например, ходить. И такой робот имеет разные датчики и дает человеку обратную связь. Другой пример – это робот, который просто позволяет общаться. И кроме того, что он тоже может дать обратную связь пациенту или людям, которым нужно общение, он также может поддержать эмоционально, потому что он выводит таким образом человека из изоляции. Вот еще один пример – робот, который напоминает мягкую игрушку. Он поддерживает человека, который его держит эмоционально и может его также обучать и тренировать. Например, этот робот запоминает движения, которые были перед этим. И если, например, он чувствует, что его погладили, то он может и в следующий раз воспроизвести такое же действие, которое вызвало у человека, которому он помогает, вот эту реакцию поглаживания. А если его там стиснули, сделали как-то, ну выразили негативные эмоции, то он, ну понимает, я, конечно, в кавычках беру, то он может отследить, какое его действие вызвало такую негативную реакцию и в следующий раз этого не повторять. Таким образом, этот робот, он тоже может быть и компаньоном, и помогать людям с деменцией развивать их, все-таки, ну, конечно, не развивать, но удерживать по возможности их когнитивные функции. Но не все роботы такие. Есть роботы и более функционально адресованные конкретным очень проблемам. Вот это робот, который помогает больному, не способному самостоятельно себя кормить, например, те же самые больные баз, или человек с детским церебральным параличом, или еще какой-то человек, который не может взять в руки ложку и нуждается в том, чтобы кто-то его кормил. Если он использует такого робота, то видите, как один из пациентов говорит, что этот робот вернул ему чувство независимости. И он может сидеть вместе с семьей за столом и не нуждаться в том, чтобы кто-то из близких его кормил, а радоваться этой общей трапезе. Но дело не только в эмоциональной поддержке. Дело в том, что кормить человека, у которого проблемы с глотанием, с одной стороны, а с другой стороны руки не работают, Это очень большая, сложная ситуация, потому что она требует, во-первых, огромного терпения, чтобы давать еду дозированно и правильно дождавшись того, что человек проглотил предыдущую порцию. Но она требует еще и времени огромного. И ухаживающие далеко не всегда имеют это время. А если не соблюдать правил, которые позволяют удержать глотание в правильном ритме, то это может привести к аспирационной пневмонии и как результат гибели такого человека. И поэтому очень важно, что робот, он работает в том ритме, который ему задает пациент. Кроме того, если пациент чувствует, что он очень задерживает того человека, который его кормит, что тот человек становится, может быть, нетерпелив, то пациент может ограничить еду, на которую он готов, чтобы сократить время. И это может привести к истощению. Поэтому такой робот, который позволяет кормить человека, не способного самостоятельно взять ложку в руки, он очень эффективно решает эти две проблемы. Во-первых, долго и терпеливо кормить. А во-вторых, давать вот это ощущение единства с близкими, совместной трапезой и при этом независимости. Следующий пункт, о котором хотелось бы поговорить, это искусственный интеллект. Уже был в этой группе семинар по чат GPT и про искусственный интеллект. Но можно говорить отдельно о том, что искусственный интеллект в перспективе может сделать для оптимизации ухода и что на самом деле уже сейчас происходит, хотя бы в экспериментальном виде. Чат GPT полезен в долгосрочном уходе, потому что он облегчает ухаживающим фиксацию ситуации, в которой находится пациент. Многие медсестры, например, очень много времени тратят на описание того, что происходит с пациентом. У меня подруга была музыкальным терапевтом в хосписе на Кипкоде. И она говорила, что самой сложной для нее является та часть, которая требует оформления работы, которую она провела. Соответственно, чат GPT может выполнить эту работу за специалистом. Плюс к этому, искусственный интеллект может собрать материал о том, как себя чувствует пациент. И хранить и анализировать этот материал за много исследований, за продолжительное время. На этом основании он и может создать персонализированный план по уходу. Еще одно, то, о чем мы уже немножко вспомнили, это о том, что искусственный интеллект может помочь в поддержании психического здоровья зависимых людей. В чем это сказывается? Во-первых, в эмоциональной поддержке. Во-вторых, есть еще один аспект психотерапевтический. И, конечно, когда человеку нужен терапевт, то нужен живой, реальный человек, с которым мы общаемся. И мы знаем, что психотерапевт, он работает с собой, своим внутренним миром, общаясь со своим клиентом. Но в какой-то момент клиент уже может и сам взаимодействовать в диалоге с искусственным интеллектом. Вот у меня есть такой пример. Моя подруга в Москве, она, правда, не с искусственным интеллектом взаимодействовала, но пример, который может это проиллюстрировать. У нее была очень тяжелая жизненная ситуация, она нашла психотерапевта, который ей очень помогла. И в какой-то момент она мне рассказала, что ей стало ночью плохо. Она очень сильно переживала свои обстоятельства, и она не могла в это время позвонить психотерапевту. Но, пометуя те диалоги, которые у них были во время терапии, она смогла сама себе задать те вопросы, которые были необходимы. И таким образом она смогла помочь себе провести эту терапию с собой. Далее, таким образом искусственный интеллект может помочь независимости инвалида. Например, мы об этом еще скажем про умный дом. Умный дом позволяет человеку жить более безопасно. Дальше хотелось бы сказать о том, что искусственный интеллект может помочь, обучая человека жить более здоровой жизнью. В частности, стимулируя делать какие-то упражнения, помогая подобрать правильный режим питания. Персонализированные развлечения и когнитивные взаимодействия с искусственным интеллектом. Люди нуждаются в разной помощи. И поэтому мы можем дать тому человеку, который нуждается в помощи, и тому человеку, который ухаживает, именно такой досуг, который ему может быть самой большой поддержкой. И поэтому мы можем говорить о том, что искусственный интеллект помогает не только болеющему, но он помогает также и ухаживающему. Соответственно, когда мы привлекаем возможности искусственного интеллекта, то мы получаем новые возможности в организации долгосрочного ухода. Причем долгосрочного ухода не только в учреждениях, но долгосрочного ухода и в, соответственно, дома. Когда люди, ухаживающие за таким человеком, имеют возможность дольше держать его дома, не передавая эту задачу профессионалу. Потому что у них есть поддержка, у них есть обучение. И, соответственно, мы можем использовать Чарп Ди Пяти и искусственный интеллект также в выборе правильных предметов ухода. Очень много сейчас есть возможностей облегчить уход или помочь больному человеку, используя много разных предметов. Но в таком случае получается, что просто выбрать предмет правильный для ухода очень сложно. Именно искусственный интеллект может помочь это сделать. Вот, например, вот такой пример. Если человеку, опять же, трудно использовать ложку, ему может помочь какая-то специализированная ложка. Но какую ложку выбрать? То ли вот такую с измененной формой, то ли ложку, которая со стабилизатором. И если у человека, например, болезнь Паркинсона, то ложка со стабилизатором ему поможет. Либо ложка с очень увеличенной в размере ручкой, чтобы он мог ее держать. И именно чарт ДПТ, искусственный интеллект, может помочь человеку совершить соответственно правильный для конкретной ситуации выбор. Вообще предметов, которые помогают, довольно много. Слушайте, у меня, к сожалению, из-за того, что я подключила планшет к компьютеру, чтобы показать, компьютер теперь израсходовал всю энергию. Я прошу прощения. Я попробую еще раз выйти все-таки с компьютера, не с планшета, шер экран сделать. Потому что иначе я просто ничего не смогу дальше сделать. Видно экран? Нет, видно только у вас. Экран черный. Экран черный. Что же за беда такая? Ну, тут шер скрин. А нет, шер скрин сделано. Она сделана шер скрин сделано, причем экран черный. И сейчас ничего не видно? Нет, я не знаю причины. Черный. Что же такое за беда-то, а? Шер скрин у меня сделано. Вы видите ваш экран? На вашем экране есть изображение? Да, у меня на экране все есть, что нужно. Давайте попробуем закрыть шер скрин и снова открыть, может быть, нет? Попробовать. А вот что сейчас видно? Я вижу черный экран. Я не знаю, как другие. Только черный, да? Это может быть проблема моего компьютера. Я не знаю. Я вижу черный. Сейчас я вижу у вас на весь экран. Вы отключили просто. Да, сейчас я отключила и попробую сделать еще раз шер скрин. Сейчас нормально. Просто мы видим, видимо, не то, что нужно, но видим изображение на экране. Хорошо, все. Я не буду тогда делать так, чтобы это была презентация такая на весь экран. Я буду показывать так, хорошо? Хорошо. Потому что иначе это все... Все, я прошу прощения, но вот... Видим пока... Вы видите, что мы видим? Мы видим только ваши файлы, имиджи файлов. Это моя презентация? Так. Вот повыше. Видите слайд? Нет, я вижу, вы подвинули мышку, но вы не нажали, видимо. Я вижу только иконки ваших файлов. А сам файл нет? Нет, не открыт. Вот здесь, вот где иконки... Нажмите на это, нажмите. Все, я нажала, ничего не показываю. Не открывается. Я не знаю, может быть, с памятью проблема? С памятью? Нет, с памятью нет. Я не знаю, в чем может быть. У него деменция, да? Share. Демонстрирует проблемы, с которыми... Вот сейчас видим. Сейчас видим. Да, видите, да, слайды видите? Влияние искусственного интеллекта на жизнь. Да, да, да. Ой, все, хорошо, ладно, все. Будем так. Отлично. Мы видим просто не такой большой, но видим. Не важно. Не важно, важно, что видите. Значит, есть масса приспособлений для того, чтобы облегчить жизнь дома. И они не обязательно все высокотехнологические. Вот, например, если, опять же, человеку трудно открывать консервы, есть такие электрические открывалки, которые он может использовать. А есть более специализированные, например, откашливатели для тех людей, у которых проблемы с возможностью откашляться. И таким образом мы можем задать искусственному интеллекту вопрос, какие приспособления существуют сейчас на рынке и могут помочь уходу за этим конкретным человеком. И таким образом мы можем взаимодействовать с какими-то маркетплейсами, с тем же самым Амазоном для того, чтобы выбрать те предметы, которые помогают уходу при очень конкретных состояниях. Вот, например, вокер. Какой вокер нам нужен для этого конкретного пациента? Вокер на четырех колесах или вокер, который без колес? Это очень зависит от того, из-за чего человеку нужен вокер. Например, если он просто слабый, то ему проще ходить с вокером на колесах. Если у него нестабильная ситуация, проблема с балансом, то тогда колеса могут быть даже более опасные. Ему нужен вокер, который без колес. Вот все это разобрать и предусмотреть те проблемы, которые возникают при организации ухода, может именно помочь искусственный интеллект. Кроме этого, вот как я уже говорила про искусственный интеллект в переводах, вот переводы, они еще другой аспект имеют. Мы предполагаем, что видео, которые будут в результате записаны, этого проекта, они будут, возможно, доступны на самых разных языках для людей, живущих в разных странах мира. Потому что на сегодня искусственный интеллект может любое видео перевести и воспроизвести на любом языке. Поэтому если людям нужно или полезно какое-то определенное решение в их конкретной ситуации, то вот оно будет им доступно на том языке, которым они пользуются. Какие еще современные технологии очень важны? Это носимые устройства. Это просто удивительные вещи, которые могут на сегодня медицинские приложения в сочетании со специальными устройствами сделать для человека. Они, например, могут записывать результаты анализов и хранить их очень долго для того, чтобы их можно было анализировать, для того, чтобы их можно было переслать врачу, для того, чтобы можно было понимать, в каких ситуациях, что меняется, например, в связи с приемом каких лекарств. И можно отслеживать состояние больного. Также можно общаться с помощью вот этих технологий и поддерживать когнитивные способности человека. Вот пример нескольких носимых устройств, связанных с соответствующими приложениями. Например, вот это приспособление позволяет отслеживать несколько жизненно важных показателей, таких как пульс, количество кислорода в крови, давление. И не только отслеживать, но, скажем, и отправлять эти данные тому человеку, который заботится об этом своем близком или врачу. И таким образом человек, который не будет все время рядом с нуждающимся в помощи, он, например, на работу уходит, или у него же своя жизнь отдельно в своей семье, он всегда может посмотреть, что происходит с тем человеком, за которым он ухаживает, он может подсказать, например, какое лекарство применять, если сердцем плохо, например. Может быть, он скажет, возьми нитроглицерин, потому что тебе сейчас нужен именно нитроглицерин. Но это не всегда нужно. Другой очень важный аспект – это, например, количество сахара в крови для людей с диабетом. И есть вот такие современные устройства, которые позволяют в реальном времени отслеживать процент сахара в крови. Хотя я вот, например, не уверена, что просто неинвазивные устройства это могут делать как следует. Есть другое устройство. Это такая нашлепка, которая может помочь. Там маленькая, очень тоненькая иголочка, которая прямо непосредственно в кровь опускается в сосуд. И в реальном времени вот такая нашлепка может в течение двух недель просто постоянно снимать сахарные кривые, что позволяет, во-первых, смотреть, что происходит с пациентом, и, во-вторых, знать, как соотносится происходящее с ним, с его активностью, с его питанием. И это чрезвычайно важно, потому что для того, как окружающие могут помочь этому человеку, им важно понимать, а что происходит. Может быть, это гипогликемическая кома или гипергликемическая кома. Или это вот упал человек, например, на улице. У нас была такая коллега, у которой был сахарный диабет. И ее принимали просто за пьяную на улице. И надо сказать, что ей помогали именно алкоголики, потому что они вызывали ей скорую. И тогда была такая рекомендация, что нужно в сумочке держать хотя бы ампулу инсулина или записку, что у меня сахарный диабет, чтобы те врачи, которые приезжают, понимали, что нужно делать и как подходить к уходу за этим человеком. Но вот при таких современных девайсах это оказывается гораздо более безопасной ситуацией. Прием лекарств – это тоже чрезвычайно важный аспект ухода. И это не только важно с точки зрения своевременного приема лекарств, чтобы человек не забыл, какое лекарство он принимает, но чтобы он и помнил, что это лекарство уже принял, потому что, возможно, передозировки, которые тоже очень опасны. И такие приложения имеют возможность, моделируя голос человеческий, общаться с пациентом, сказать ему, что вот, пожалуйста, прими, например, это лекарство. Это не просто звонок для человека, у которого сохранный интеллект. Просто будильник может быть достаточно хорошей помощью. Но для уже человека, у которого есть проблемы, ему, может быть, нужно, чтобы ему об этом сказали, чтобы вступили с ним в диалог. И такая программа отслеживания, она может помочь также и близким, которые не находятся рядом, отследить, чтобы их подопечный принял правильные лекарства и принял их своевременно. Плюс к этому чрезвычайно важно то, что мы знаем, что есть такая проблема, как несочетаемость лекарств, когда разные врачи назначают каждый свой препарат, а вместе эти лекарства оказываются несовместимы, дают какой-то дополнительный, побочный, нежелательный результат. И приложение, система того же искусственного интеллекта, она может это все просчитать и порекомендовать так или иначе изменить рекомендованные лекарства или отследить, как прием того или другого лекарства влияет на самочувствие человека. И, соответственно, учитывать это в дальнейших рекомендациях. Чрезвычайно важная проблема при организации ухода – это опасность падения. И мы знаем, что падение – это то, что значительно ухудшает качество жизни пациента. Это то, что может просто привести к его гибели. Поэтому отслеживание того, что нуждающийся в помощи человек в порядке, оно чрезвычайно важно. Еще в том смысле, что вовремя оказать ему помощь. Отслеживание – это может быть по-разному. Вот «Умный дом», например, и камеры, которые стоят. Можно увидеть, что с человеком что-то не так. Но вот есть еще такие замечательные возможности, которые предоставляют часы Apple. Там есть такая специальная программа, которая отслеживает резкие падения. И дальше вступает с человеком в взаимодействие. Спрашивает, все ли в порядке, нужна ли ему помощь. Если человек не отвечает, не реагирует, то начинает звучать все громче и громче. И, может быть, имеет возможность этого человека разбудить или привлечь внимание окружающих, если это на улице или дома тоже, для того, чтобы показать, что этому человеку нужна помощь. Если все это не работает, то часы могут вызвать, скажем, парамедиков, которые приедут для того, чтобы посмотреть, что происходит с этим человеком, поднять его. Соответственно, падение уже не будет представлять такую опасность для этого человека, потому что он будет иметь помощь. А ведь когда человек упал, то это становится проблемой не только для него. Зачастую это становится проблемой для ухаживающего, потому что, опять же, поднять такого человека одному бывает чрезвычайно сложно. Поэтому, когда приезжают парамедики или, я не знаю, полицейские, которые в состоянии помочь поднять, это тоже очень облегчает сложившуюся ситуацию. Плюс к этому такие часы, например, или другие носимые устройства, как телефон, могут помочь решить еще одну очень важную для ухода проблему, а именно поиск человека, который заблудился, который не помнит, где он находится, который не помнит, где у него дом. И зачастую такие люди хотят куда-то уйти, где они думают, что их дом. Они зачастую думают о каком-то своем старом адресе, который у них когда-то был. Вот мне недавно рассказали про человека здесь, в Бостоне, который сел в такси и сказал, что у него адрес там Арбат. И таксист сказал, нет такой улицы. Ну, в общем, таксист понял, что там есть какая-то проблема и сумел ему помочь. Но вообще именно такие носимые устройства могут позволить найти этого человека и локализовать его, чтобы вернуть домой. Другие специальные приложения, которые можно использовать, это, например, приложение, которое стимулирует развитие мозга и удержание когнитивных способностей. Вот такое приложение, здесь, кстати, в Бостоне сделанное, в MIT, насколько я помню, оно рассчитано на людей в очень разной степени утраты когнитивных способностей от, может быть, маленьких детей или людей, которые очень сильно утратили, и до людей, которые могут очень много сделать. Им, может быть, нужна только тренировка, нужны повторения. И такие программы, они доступны и для человека заниматься самостоятельно, и для человека, который ухаживает, если подопечный его не может заниматься самостоятельно, развивать, удерживать не только способности подумать, но и, скажем, мелкую моторику, потому что там нужно двигать, если это, предположим, на планшете сделано, разработано неврологами. И другие тоже приложения, которые созданы специально для этих целей, для тренировки памяти, для того, чтобы развлечь человека. Кроме этого, для людей с разными проблемами нужны разные специальные приспособления. И знать о них тоже может помочь искусственный интеллект, потому что так просто, если вы никогда не сталкивались с человеком, который, например, не может двигать ни руками, ни говорить, вы можете не знать, что есть такие приспособления, которые называются айтрекер, которые укрепляются на компьютер или на планшет и отслеживают движение глаз. И этим движением глаз человек может писать что-то в компьютере, чтобы выразить свои пожелания, скажем, относительно того, что ему нужно, самые простые свои потребности выразить. Или общаться с другими людьми через интернет. или описать какие-то вещи, которые ему важны, и он хочет, чтобы они сохранились. Вот здесь фотография одного такого пациента, который был у нас в Москве. Он был, плюс к этому, еще очень близорук, и у него очки были с толстыми стеклами. И этот айтрекер не мог сфокусироваться на его зрачках. И тогда его товарищ сделал ему специально другое устройство, и он мог управлять компьютером с помощью такого типа мышки устройства, которое было закреплено здесь у него на голове. И он был сам программистом, и он мог продолжать работать как программист благодаря вот этим вот устройствам. Другой важный аспект это банк голоса. Вот те же я все время обращаюсь к пациентам с боковым миотрофическим склерозом, потому что просто больше про них знаю и конкретные совершенно примеры. Но эти же проблемы могут быть совсем у других пациентов. Вот там у больных баз у них пропадает голос, и пропадает возможность говорить. и это большая проблема и для того, который болеет, и для того, кто ухаживает. Но если мы знаем об этом, если нас предупредила система, если мы тем же самым искусственным интеллектом, хотя можно и без него, пользуемся, и нам предсказывают, с какими задачами мы столкнемся дальше при уходе, мы можем обратиться к такой службе, как банк голоса. Пока у человека еще голос сохранен, он еще может не думать о том, что с ним дальше произойдет с голосом. Но если он это знает, он может наговорить какое-то количество текста, и тогда искусственный интеллект может на основании того, что человек заранее наговорил создать такой голос, который будет читать набранный им текст с интонациями того человека, который сейчас в этой помощи нуждается. И с другой стороны, он может также использовать самые распространенные ожидания, например, пересадите меня, еще какие-то вот я хочу пить, например, он может помочь облегчить вот эту коммуникацию человеку, который не может сам говорить с теми, кто за ним ухаживает. Еще очень важно это то, что у нас есть вообще такие шлемы, которые позволяют считывать работу мозга и передавать этот материал на компьютер. И тогда человек может просто даже силой мысли давать людям знать, что бы он хотел сказать. Ну, еще одной возможностью является разработка, которая называется нейролинк. Это вообще другой принцип, потому что там нейролинки просто вставляются в мозг электроды, соединенные с компьютером непосредственно. И это более эффективно помогает человеку через силу своей мысли передавать информацию на компьютер. но не всегда нужны такие прямо сложные устройства. Иногда если человек не может почему-то говорить, но руками, скажем, владеет, то ему может быть полезны гораздо более простые вот такой планшет, на котором можно писать или рисовать то, что человек хочет сказать окружающим. и это тоже облегчает его возможность передать свои пожелания и мысли близким. Другие возможности помощи без каких-то особенно высоких технологий, но решающие чрезвычайно важные и, может быть, самые частые проблемы при уходе. это могут быть, например, вот такие вот, видите, там на фотографии красные, это специальные скользящие простыни, о них мало кто знает, почему-то здесь в Америке вообще я ни разу не видела, чтобы люди ими пользовались. Человек, который нам это показал, это норвежский физический терапевт. Используя, правильно используя эти скользящие простыни, можно сделать перемещение в постели маломобильного человека гораздо более эффективным и легким. И люди, которые ухаживают, могут это делать гораздо чаще, например, что очень важно для здоровья кожи человека, который лежит. Есть еще другой подход, например, к тому, чтобы одеть. Вот такую скользкую простынь можно использовать и для того, чтобы одеть лежачего человека. Но одеть можно, например, используя специализированную одежду, такую на кнопочках, которая тоже информацию, о которой можно получить благодаря искусственному интеллекту, который просматривает рынок предложений, решений в этих ситуациях. Еще раз про падение. То, что мы говорили о возможности определить, что человек упал, и организовать ему помощь, это очень важно. Но существуют также возможности для этого человека, скажем, подняться независимо, не обязательно привлекать чью-то помощь. Вот этот же норвежский физический терапевт показывал нам свою разработку такого устройства. Я тоже его здесь в Америке не видела. Вот я просто убрала звук, поскольку он говорит по-норвежски. Нам это не нужно. Но он как раз показывает то приспособление, которое человек может использовать для того, чтобы подняться с пола самостоятельно. Он нам еще показывал тоже такой прием, который я лично потом использовала с пациентами очень эффективно. Он говорил, я очень люблю дома, в которых много книг, много хороших толстых книг, потому что когда человек упал, то я могу взять эти книги и по одной подкладывать, постепенно его поднимая. И таким образом не нарушить правильное движение тела, то, что называется биомеханикой своего тела, а постепенно там по несколько сантиметров поднимать безопасно упавшего человека. И такие приемы, такие соображения могут иметь огромное значение тогда, когда семья, пациент с этим сталкиваются. И мы можем благодаря тому, что они заранее подобраны, быть полезными семьям, которые ухаживают. Следующий вопрос, которым нам может быть полезен современный уровень развития технологий, это телемедицина и возможности удаленных консультаций. Во-первых, нам понятно, что есть человек, который дома, и который может нуждаться в том, чтобы у него, скажем, снимали кардиограмму, и врач мог это отследить. Во-вторых, бывает для определенных заболеваний, для того же самого БАС, что специалисты, которые разбираются, они очень редкие, и правильную рекомендацию может дать человек, который находится очень далеко. И если поступать неправильно, то можно погубить пациента. Поэтому общение именно с правильным специалистам, будь то врач или медсестра, которые могут проконсультировать безопасному и эффективному подходу к той проблеме, с которой этот пациент сейчас столкнулся, ну вот в качестве опять примера, чтобы не быть голословным, с тем же самым БАС. Если у пациента проблемы с дыханием, то когда скорую помощь вызывают, то чаще всего врачи по протоколам дают ему дышать кислородом. Для пациента с БАС дыхание кислородом губительное. Ему этого ни в коем случае нельзя делать. Но это далеко не каждый врач знает, поскольку все-таки БАС является редким заболеванием. И поэтому очень важно, чтобы консультировал, пусть даже дистанционно, пусть даже человек, который находится в другой стране, но человек, который точно понимает, что происходит. И таким образом через возможности телемедицины можно организовать именно самую полноценную консультацию. И мы должны тоже понимать, что врачи они работают с диагнозом, они работают с определенной проблемой, но симптомы одинаковые могут быть у людей с самыми разными диагнозами. И нам гораздо эффективнее, когда мы занимаемся уходом, исходить из симптомов, а не из диагнозов. И таким образом нам искусственный интеллект, опять же, может показать в какую сторону нам двигаться при том или ином симптоме у этого конкретного пациента. Когда мы стараемся организовать уход дома человеку с проблемами, когда мы не хотим, чтобы этот человек оказался в учреждении, скажем, мертинг-хоуме, то нам надо думать о том, как сделать так, чтобы дом для него был безопасным, чтобы этот человек мог решать свои проблемы, оставаясь у себя там, где он привык жить. Это очень важно еще потому, что привычная обстановка, привычные места, где все происходит, они способствуют сохранению когнитивных возможностей. Переезд человека часто приводит к снижению его возможностей из-за того, что в новой ситуации, в новой обстановке ему гораздо сложнее ориентироваться. И здесь нам могут очень помочь возможности умного дома и умных вещей и интернета. Вот, например, отчего человек может упасть? От того, что недостаточно освещения. И по мере того, как проходит день и становится темнее, для этого человека оказывается дома быть опаснее. Если свет у нас будет включаться в зависимости от того, насколько темно, то такой дом для такого человека становится более безопасным. Есть другой пример. Я разговаривала с человеком, у которого, скажем, тоже не работали руки. И он рассказывал, что, к сожалению, пока его жена на работе, он не может выйти из дома, потому что он не может потом открыть дверь ключом из-за того, что он просто руку не может поднять. Поэтому если у нас стоит такой замок, который можно открыть дистанционно, то это не будет проблемой, не будет препятствием для болеющего человека к тому, чтобы выйти и немножко прогуляться по улице. Ну, конечно, такой умный дом включает видеонаблюдение, когда ухаживающий, находясь на работе, находясь где-то по другим делам, может смотреть, что происходит с больным и как ему можно в данной конкретной ситуации помочь. Ну, и образовательные технологии. Я сразу сказала, что наш проект, он образовательно исходно, и поэтому, конечно, очень важны образовательные технологии, которые могут помочь сделать его гораздо более эффективным. И тут важны опять разные аспекты. Вот, например, не все можно сделать видео. Вот здесь картинка, обучающая тому, как правильно преодолеть запоры. И это проблема, которая может быть важна и для болеющего, и для ухаживающего. Но записать видео это довольно этически проблематичная история. Поэтому сделать 3D-мультипликацию, которая показывает те или иные элементы ухода, причем показывает их очень близко, это может быть решением. Кроме того, есть еще такие возможности, как дополненная реальность, людей. человек может прямо увидеть тот процесс, который он изучает, близко, может посмотреть со всех сторон, увидеть его в объеме. И для тех ситуаций, когда правильные движения, правильный подход могут быть просто важны для сохранения жизни, для сохранения качества жизни, для и ухаживающего, и его подопечного. Такие очки с дополненной реальностью, пока такого не существует, но технологии развиваются чрезвычайно быстро, и это тоже может быть хорошим образовательным ресурсом. использование искусственного интеллекта помогает также переосмыслить организацию помощи и клиентский опыт. Сейчас проводятся различные исследования в госпиталях в Америке, по крайней мере. Например, есть исследование, задача которого была решить кто для пациентов выписывающихся из госпиталя более подходящий собеседник для вот этого дисчардж процесса искусственный интеллект или сотрудник госпиталя. И оказалось, что многие люди предпочитают искусственный интеллект. И выясняется почему. Потому что для человека, который беспокоится, что вот на него тратится слишком много времени у этого специалиста, что у него есть вопросы, которые он постесняется задать, или он постесняется попросить больше времени для того, чтобы ознакомиться с документами, прочесть все рекомендации и потом задать вопросы. Когда он имеет дело с искусственным интеллектом, это не является ограничивающим фактором. Он понимает, что он может использовать столько времени, сколько ему нужно. И поэтому он воспринимает вот этот процесс выписки со всеми рекомендациями как более удобный для себя. Другой пример это такое исследование, которое позволяет понять, какой уровень коммуникации между врачом или другим медицинским работником и пациентам сейчас необходим. Такое исследование показало, что если искусственный интеллект анализирует большое количество данных по состоянию этого пациента, то оно может прислать скажем врачу в ежедневной рассылке на телефон информацию о том, что есть у этого пациента более высокая вероятность ухудшения его состояния, возможно смерти в течение ближайшего года. И дать рекомендации врачу обсудить с пациентом какие-то вопросы, которые может быть не актуальны, не имеют времени врача обсудить, если человек не находится в такой критической ситуации. Вот, например, для тех же людей с баз им может быть проблемой то, что наступает момент, когда они не могут ни руками двигать, ни говорить, а семья нуждается в том, чтобы они дали доверенность на решение финансовых проблем с ним связанных или с семьей связанных. если заранее семья будет предупреждена о таких проблемах, то пока еще они не встали актуальные, семья может вызвать нотариуса или самим поехать к нотариусу и подписать нужную доверенность. Если это вовремя не сделано, то оказывается большой проблемой, потому что человек не может ничего сказать, нотариус не может убедиться, например, что интеллект сохранен, что человек действительно осознанно дает доверенность своим родным, человек не может расписаться самостоятельно. В общем, семья получает много дополнительных проблем, которые можно было бы избежать, если бы знать заранее, что вот такая ситуация с таким пациентом возникнет, и нужно к ней быть заранее готовым. Таким образом, получается, что когда врач по подсказке искусственного интеллекта понимает, что у этого пациента изменилась ситуация, вероятность, скажем, его смерти или вот таких трудных осложнений, она становится более высокая, он может поговорить с пациентом о его задачах, о том, какие у него желательны решения, чтобы он хотел, чтобы применялись к нему меры, особенно реанимации, или ему хотелось бы, чтобы все было в покое, ну, там много есть тем, которые необходимо обсуждать, но просто так у врачей не доходит до этого время, а вот если врач знает, что в этом есть необходимость, то он может как раз это сделать. Чтобы вот этот опыт больного сделать более полноценным, чтобы помочь семье организовать уход за пациентом, мы можем использовать для искусственного интеллекта сценарий обсуждения ситуации с клиническим социальным работником, который тоже задает определенные вопросы для того, чтобы выяснить, каково социальное окружение у этой семьи, кто входит в круг ближайших друзей, как можно распределить помощь этому конкретному пациенту между разными людьми, готовыми принять в этой помощи участие, какова медицинская команда, кого нужно привлечь к тому, чтобы этому конкретному пациенту помочь, какие службы городские, например, могут ему в этом помочь. Я попробовала обсудить с Чарди пяти одну реальную ситуацию, с которой сталкивалась, когда работала в клинике. Там была такая ситуация, что в семье было двое мальчиков в семье десяти лет. И семилетний мальчик с раннего детства болел лейкозом. И в конце концов его выписали домой как безнадежно больного потому что уже врачи сделали для его лечения все, что только было возможно. Через какое-то время он к сожалению погиб. У него началось сильное кровотечение. Мама с ним уехала в больницу и там его не смогли спасти. И стал вопрос о том, как разговаривать со вторым старшим сыном. И педиатр в больнице им посоветовал вообще ему ничего не говорить, что случилось, а сказать, что брата решили отправить в деревню к родственникам. Но понятно, что это все не сработало, потому что это невозможно было. И мальчик узнал от соседей, что случилось. И было очень тяжелой ситуации эмоциональной. И мне пришлось с ним разговаривать совершенно с другого старта, чем если бы мы начали прямо сразу его вводить в тот вопрос, который надо было ему обсудить в связи с этой гибелью брата. Но я задала эту ситуацию чарт депети и к своему удивлению или просто неважно, я увидела, что чарт депети предложил ровно такое же решение, как предложил когда-то педиатр. И это, мне кажется, важно, потому что он нам предлагает самые распространенные решения. И нам для того, чтобы обсудить ситуацию, в которой оказался, скажем, клиент, пациент или семья, это может быть полезно знать и попробовать вот в той же самой социальной игре на основании сценария с клиническим социальным работником обсудить возможные варианты и как себя будет вести каждый участник этого процесса и какие возможно другие решения, кроме тех, которые кажутся самые очевидные и чем они опасны, потому что вот это решение было явно неподходящим, оно было опасным, но родители на тот момент были не готовы принять другое решение. Вот такая игра может им помочь подумать внимательнее и осмыслить. Вот это, к сожалению, наверное, плохо видно. Здесь на этом слайде есть список тех вопросов, которые очень важно дать для обучения тех людей, которые ухаживают. Это как начиная с безопасности передвижения, к использованию правильной механики тела, то, что называется по-английски body mechanics, профилактика распространения инфекций, изучение возможностей современного оборудования, обеспечение отдыха как части ухода, ну и включая самопомощь для ухаживающих и самопомощь для пациентов. В принципе, весь проект, он адресован как пациентам, так ухаживающим, так организациям, и также волонтерам, которые готовы в это дело включиться. Чьи же проблемы этот проект может и должен решать? Это проблемы самых разных людей, как пациентов, так и тех, кто за ним ухаживает, волонтеров, людей, которые представляют различные государственные структуры. и поскольку он адресован самым разным людям, то и аспекты, которые важны для каждого конкретного человека, они тоже будут специфические. Вот, например, что мы имеем в виду под самопомощью ухаживающим. Это с одной стороны специальное упражнение, потому что ухаживающий он должен брать на себя физическую нагрузку, замещающую возможности или невозможности тела того человека, за которым он ухаживает. Ему нужны крепкие ноги, крепкие руки, крепкая спина. И такие упражнения, они могут быть ему предоставлены через систему. С другой стороны, отдых, возможность как-то снизить тревогу, может быть, благодаря медитации и молитвам, для кого это решение. Есть терапия творчества, в частности, музыкальная терапия или арт-терапия. Вот это все человек может найти в зависимости от своих потребностей в проекте, который вот так вот виден, как я его сейчас вижу. Кто сейчас развивает этот проект? Ну, вот, к сожалению, почти никто. Значит, вот это моя организация, которой фактически вот я занимаюсь разработкой концепции, разработкой видения того, как это может работать. Есть организация, которая занимается онлайн обучением. Мы с ними договариваемся о том, что мы будем, как только будут ресурсы, делать вот этот образовательный проект вместе. и для того, чтобы это все работало, нам нужны, с одной стороны, может быть, финансовые ресурсы, а с другой стороны, может быть, просто замена финансовых ресурсов волонтерской помощью разных специалистов, таких, как эксперты, это врачи, медсестры, физические терапевты, IT-специалисты, которые могут помочь создать вот эту инфраструктуру, которая и будет отличать наш проект от всего, что на сегодня существует, которая позволит именно набирать из маленьких фрагментов необходимую программу для конкретной пары пациент-ухаживающий. Перевод с разных языков, вот сейчас это уже, может быть, не актуально благодаря искусственному интеллекту, который может сам переводить и озвучивать. Но видео-специалисты, те люди, которые могут сделать эту запись или нарисовать 3D-мультипликацию, которая может заменить реальное видео, это люди, которые очень нужны для развития проекта. Если кто-то заинтересовался проектом, как эти люди могут нам помочь, это могут быть, опять же, эксперты, это могут быть IT-специалисты, вот то, что я уже сказала, социальные работники, которые могут поделиться своим опытом, например, для создания сценария такой социальной игры. И поэтому полезно создать компьютерных игр, которые могут помочь сделать такую социально ориентированную игру. 3D-мультипликаторы, ну, те люди, которые могут снимать. Дальше партнеры, которые в разных странах переводить на разные языки, этого может быть недостаточно, потому что в разных странах все-таки есть разные условия, которые определяют локальные потребности людей, которых не существует в других странах. Поэтому на месте важны специалисты, которые могут локализовать вот эту всю систему. И, конечно, нужны люди, которые могут подобрать необходимых специалистов, грантодателей, те, которые могут помочь найти деньги, разные партнерские организации. мы ищем всяких людей, которые относятся к этим категориям для того, чтобы все-таки сделать этот проект реальным. Ну, вот, и это ссылки на сайты. Вот, это все примерно то, что я хотела рассказать. Спасибо большое. Алло? у кого вопросы? Да, пожалуйста, поднимайте руки. значит, так, вопрос. Алло? Алло? Нас не слышите, да? Я не слышу. Странно. Не знаю, в чем дело. Виталий, а ты меня слышишь? Да. Я слышу, Федя. Что-то и Марину слышу. Все, я слышу, слышу, я сделаю все правильно, да. длиннее. Да, я хочу сказать, что, как обычно, вопрос это 2-3 минуты, а если хотите какой-то комментарий, что-то свое рассказать, то на это 5 минут. Пожалуйста, поднимайте руки. я понимаю, что тема была очень грустная, вот, и вообще, ну, я бы такой вопрос большой задал, может быть, тема следующего доклада, может быть, вот Марина сделает нам доклад, как грамотно уйти из жизни, вот что нужно сделать, чтобы получилось грамотно, в том смысле, что не очень мучить своих родственников и себя самого, может быть, надо траст организовать, может быть, нужно какие-то завещания делать, что-то нужно делать, потому что обычно мы про это не очень думаем, потому что когда речь идет о, не просто о пожилом возрасте, о очень пожилом возрасте, ну, люди думают, это вообще не я, я еще ничего, а потом бац, и все, и ты уже очень старый, и ты даже можешь умереть, вот, и нужно подготовиться к этому, вот, как вы считаете, Марина, вы можете что-то по этому поводу? Знаете, что я, я лично не смогу, наверное, сделать, потому что я не юрист, а то, что вы упомянули, это юридические аспекты, но в Бостоне есть такая команда, которая организует офлайн-группу для ухаживающих, такая Катя Бух этим занимается, и они планируют пригласить юриста, который как раз на эти вопросы готов ответить. Я обращусь к Кате с этим вопросом и с просьбой, может ли тот юрист, которого они пригласят, который разбирается в этом вопросе, выступить здесь на семинаре и ответить на эти вопросы. Огромное спасибо, это было бы замечательно, это практически помощь была бы. Я думаю, да. Мы все уже вот где-то между старыми и очень старыми, и я думаю, что с тем это будет очень интересно. Вот, например, я недавно разговаривал с одной участницей нашего семинара, и она мне спросила, сделали отраз. А я тогда аж толком не знаю, что это такое. Она говорит, сделай обязательно. И прислала мне там всякие материалы, а материалов очень много, и разобраться довольно-таки трудно. Сделать что я не расслышал? Траст. 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 Ну да. Траст. Вот. Ну я не знаю, Лёв, ты, наверное, больше знаешь, чем я в этом плане. Вот. И когда мне нужен, вот какие преимущества там дает, какие недостатки. Хорошо. Значит, есть какие-нибудь вопросы? Тема была... Я... Да. Да. Борис? Нет, очень большая была тема, на самом деле. Меня это интересовало использование искусственного интеллекта. Вот. так сказать, наверное, надо еще подождать несколько лет, когда это будет совсем уже в хэнди. Но это очень интересная тема, конечно. Ну, ты знаешь, несколько лет наша аудитория ждать опасна вообще, потому что она может уменьшиться. Дело еще в том, что нам нужно, когда мы имеем дело с искусственным интеллектом, ставить задачи. Искусственный интеллект сам не ставит перед собой задачи. И нам поэтому так важно обдумать, на какие вопросы мы хотим получить ответ. И, конечно, это сейчас такое взрывное развитие этого направления происходит, но все равно человек говорит, что вот нужно решение этого вопроса. И тогда искусственный интеллект или те люди, которые его разрабатывают, могут двигаться в этом направлении. Потому что технари, компьютерщики, которые его разрабатывают, они могут не знать, что такие проблемы существуют. Само по себе написание этих промптов, то есть что ты хочешь, это действительно целая наука. сейчас существуют такие школы по цивилизированной школе по написанию промптов. То есть каким образом задавать вопросы и сказать, что от них хотеть. Но это было бы интересно. Роботы тоже интересны, конечно. Конкретно если бы было бы побольше примеров, вы привели несколько примеров, было бы интереснее, конечно. Ну, я не думаю, что прямо нужно к этому свести все соображения, тем более, что я хотела рассказать про проект, ведь роботы пока не являются частью проекта. Я могу только сказать, что в MIT есть такая лаборатория Age Lab, и они буквально недавно проводили специальное исследование, опрос по тому, какие социальные роботы, а вот это называется социальные роботы, людям полезны тем, кто ухаживает. Ну, меня не взяли, потому что я сама сейчас непосредственно не пользуюсь, поэтому я не могу точно сказать, в чем это исследование состояло, но вот такое исследование они точно проводили. Создание рутины для живого человека такого, создание рутины, именно сказать, потому что люди теряют себя в этом возрасте на считанные степени, а жизнь она еще может предоставлять много интересного. Да, еще качество есть, да. Да, вот в этом смысле, конечно, хорошо, когда было какое-то гайд, какое-то руководство, что можно было бы, чтобы что-то показывало тебе твои возможности, как решить задачу, как справиться с каким-то психологическим проблемам, которые возникают. Много, конечно, вот это очень многообещающее управление, конечно, было бы интересно, потому что люди теряют себя к какому-то возрасту, особенно после потери работы, они уже не знают, чем заняться. Работа была, она как-то организовывала день, а после этого, как она ушла, и вот пустота возникает. поэтому было бы, конечно, интересно, чтобы были какие-то разработки в этом направлении. Меня вот тоже заинтересовала музыкальная терапия. Вот какую нужно музыку, например, слушать? Вы знаете, это зависит от задачи. Я не стала этот пример приводить, но вообще есть очень интересные примеры того, как музыкальная терапия, например, может помочь человеку с болезнью Паркинсона, у которого такие уже серьезные навязанные движения, что он не может по-настоящему даже пройти по квартире, там, из комнаты в кухню. и когда ему дают наушники и в этих наушниках ему задается определенный ритм, то он начинает идти более уверенно, более надежно. И даже интересно то, что потренировавшись с музыкой, он потом может уже более стабильно и более надежно идти даже без наушников и без музыки, потому что его организм понимает, как ему сейчас правильно двигаться. Вот, то есть, есть какой-нибудь юношеский марш, там, например, «Зведи с кострами синие ночи», он нас вернет в ту пору, когда нам было там 12-13 лет, да, и потом он ритмичный, и вот человек вот надел наушники и идет куда-нибудь. Ну, вы знаете, как, конечно, вот это вы очень правильно сказали, в том, в том, что когда музыкальный терапевт занимается с кем-то, то очень правильно использовать музыку, которая связана с молодостью, с положительными эмоциями для этого конкретного человека, и это другая сторона, это сторона эмоциональная, но музыкальная терапия также позволяет помочь человеку удерживать, скажем, если у него постепенно утрачиваются функции, скажем, глотания, речи и дыхания, то, что опять же происходит у больных бас, то, что было сделано в рамках работы нашего фонда специалистом по музыкальной терапии, такой Алисой Апрелевой, которая сейчас живет здесь с нами на Кипкоде, но потом она, по всей видимости, будет переезжать. Она исходила из того, что мышцы, которые нужны для глотания дыхания и речи, они одни и те же, и поэтому, занимаясь с человеком с использованием упражнений логопедии и музыкальной терапии, занимаясь удержанием речи, мы можем способствовать тому, что у него будет дольше удерживаться возможности дыхания и возможности глотания. Вот это все тренируется в комплексе и тренируется эффективнее с использованием музыки. Еще хочу сказать, проблема одиночества возникает у старого человека. Не с кем поговорить на интересующие темы. для чего искусственный интеллект был бы хороший? Потому что надо сохранить память человеку, а как можно это сделать? Во все время как-то рефреш, как-то надо ее все время активизировать. Сами по себе какие-то есть такая терапия, когда например, четки перебирают, какие-то мелкие предметы они помогают работа пальцем помогает сохранить память. Да, 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 потому что мелкая моторика, она очень завязана на работу мозга и поэтому удерживает способствовать развитию. роботы, о которых упоминали, которые будут создавать рутину человеку, они, конечно, могут много чего сделать, очевидно. Но возникают, правда, социальные проблемы, когда люди живут долго, они не рассчитаны. Согласится ли общество на то, чтобы человек жил долго? Такой вопрос. Я не знаю, конечно, за все общество, я не могу сказать, но в принципе общество все больше и больше будет состоять из этих людей, которые живут долго и которые имеют возможность сохранить качество своей жизни долго и хотят жить долго. Да, потому что финансовое время, которое возникает мало молодежи. И это надо сделать так, чтобы это было действительно каждый живой человек, который как-то что-то делает для себя, я имею в виду молодежь, она учится, развлекается и так далее. Все больше и больше молодежи будут подвигаться в этой, для того, чтобы этого не было, должны быть роботы. Так, Леонид, пожалуйста. Спасибо, очень было интересно послушать, но так немножечко страшновато, конечно, но что делать, это тоже надо знать. По поводу искусственного интеллекта, активно ведутся работы по того, чтобы сделать эмоционально окрашенный искусственный интеллект, но пока все это двигается очень медленно, а пока не будет эмоционального, пока не будет чего-то, что может выражать эмоции, общаться с этой штукой можно только по необходимости. То есть, если это не собеседник, просто так общаться с этой штукой никакого удовольствия не доставляет. Во-первых, она намного умнее вас. Во-вторых, цели никакой нет. Когда вы говорите с человеком, вы ему что-то передаете и так далее. А теперь у меня уже такой даже вопрос, не вопрос, не знаю что. Мне кажется, все-таки основное в палеоактивной медицине, если можно назвать медицином, это проблема боли. Я много раз слышал заявления врачей о том, что они могут унять любую боль. Вот я сам через это проходил и видел многих. Не мог. Если говорить о боли, вообще-то я думала, что может быть будет интересно сделать отдельное сообщение про боль. Да, это интересно. действительно. Ведь нас страшит, нас страшат не болезнь, не старость. Нас страшит боль. Смерть как бы безвредна, вы ничего не чувствуете. Страшна боль. я согласна с вами полностью, но когда врачи говорят, что они могут контролировать любую боль, они имеют в виду, что в конце концов человека можно ввести в искусственную кому, и тогда боли он будет чувствовать минимально. По крайней мере, такое представление существует. Но хочет ли человек пробыть остаток своей жизни в состоянии искусственной комы? Это отдельный вопрос. И вот, например, моя мама, она попросила, чтобы на последний период ей не давали сильных обезболивающих, потому что она мне говорила, у меня так мало времени осталось, и я хочу с вами быть, знать, что с вами происходит. Я не хочу это время проспать, поэтому я прошу не давать мне вот этих обезболивающих, которые меня в сон погружают. и тогда мне пришлось найти специалиста по акупунктуре, и мы смогли контролировать боль не за счет лекарств, а за счет вот этой акупунктуры. И в принципе врач, который занимается, скажем, палеотивной помощью, он ставит перед собой задачу не полную контроль боли, а сделать так, чтобы боль была совместима, ну, то есть уровень проживания боли был совместим с более-менее нормальным образом жизни для этого человека. И интересно еще то, ну, я, мне нужно больше времени для того, чтобы к этой теме подготовиться, я должна еще очень много посмотреть для нее, но интересно, что сейчас на основании того, какие вещества для контроля боли выделяют животные, например, можно делать принципиально новые лекарства, потому что мы все знаем эту проблему с опиоидами и с кризисом наркозависимости, который сейчас существует, но вот эти принципиально новые препараты, которые делаются на основании молекул обезболивающих там моллюсков, например, они не вызывают совершенно никакой зависимости. В общем, это отдельная тема, очень важная, я с вами совершенно согласна, что боль – это одна из самых страшных вещей, о которых мы думаем в этой ситуации, и к ней можно подходить с другой, не с той, которая сейчас самая распространенная позиция. И это интересная тема. Да, спасибо. Да, это действительно. Кто-нибудь еще что-нибудь хочет сказать? Может быть, нам имеет смысл поговорить о том, какие теперь есть возможности для проживания людей с ограниченными возможностями. Потому что вокруг меня просто как грибы растут. Ассистед ливинг, а синир хаус, комьюнити 55 и так далее, и так далее. Появились довольно сложные с финансовой точки зрения организации, которые предоставляют различного рода услуги. Ну, да, и тут бывает очень важно вовремя принять какие-то меры. Например, я помогала одному человеку здесь, в Бостоне, тоже с БАЗ боковыми аммиотрофическим склерозом, и он имел возможность получать всю эту помощь и потом переселиться в ассистед ливинг благодаря тому, что в свое время вовремя смог подписаться на long-term insurance, в смысле long-term care insurance. insurance. И эта страховая компания в результате оплачивала вот эти его проблемы. Но если бы он этого не успел вовремя сделать до того, как ему поставили этот диагноз, то он бы не имел возможности получить тот уровень помощи, который у него был благодаря этому insurance. так что действительно тут есть над чем задуматься и понять, что мы можем. А потом я знаю еще одну историю от того, что человек неправильно понимал, что происходит. Он допустил определенные ошибки. Например, одна семья, где пациент умирал от онкологического заболевания незадолго до того, как ему был поставлен этот диагноз, он подписал себя и свою жену на страхование жизни, life insurance. Но поскольку у него в голове было вот это понятие страхования, он как бы это воспринимал так, что insurance это некоторая страховка от того, что человек заболеет. то он подписал жену на гораздо большую сумму, чем себя. И в результате, когда он заболел, оказалось, что та страховка, которую ему выплатили, она была гораздо меньше, чем та, которую бы выплатили в случае болезни его жены. И это произошло не потому, что ему было жалко, а потому, что он просто реально не понимал, как это работает в тот момент, когда подписывался. Поэтому те вопросы, которые вы поднимаете, они действительно очень важные, чтобы отдавать себе отчет, если люди готовы о них говорить. Да, ну, может быть, когда мы сегодня закончим разговор, как мы уже обсудили, что бы мы хотели, может быть, в следующий раз услышать. Вот. Так, еще раз спасибо. Федор, а ты знаешь, можно попросить публику написать предложение, что мы хотели бы еще услышать и моего. Точно, 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 да, да, да. Я думаю, что да, в связи с этим это как бы Марина, она нас всех возбудила в некоторых словах. Вот. И теперь, да, мы сможем задавать какие-то вопросы. Да, и уже по этим вопросам уже сформировать все. Да, я думаю, может быть, Лене надо письмо написать для всех, да. Да, и мы можем тогда искать человека, который будет компетентен ответить на разные вопросы, потому что я-то, конечно, хотела в первую очередь рассказать про свой проект и спросить, может быть, у кого-то есть какие-то соображения, которые мне помогут дальше двигаться по этому проекту, но все равно любое обсуждение очень полезно. А вот по конкретным вопросам надо, конечно, будет искать конкретных специалистов. В частности, но это, я не знаю, будет это интересно или нет, я разговаривала вот со специалистом из этой Age Lab в MIT, и она сказала, что у них есть какие-то исследования, которые они проводят с людьми ухаживающими, и ей очень интересно, чтобы больше людей участвовало в этих исследованиях. Можно обратиться к ней с просьбой, чтобы она вот на эту группу рассказала о тех исследованиях, которые они делают, потому что, может быть, кто-то подключится к ней, ну, соответственно, на английском. На английском очень много источников, очень много источников. обратиться в Boston L. Darfair, там есть лойеры, которые специализируются именно в этих вопросах, и я думаю, что они охотно согласятся. Дело в том, что это будет на английском, но я думаю, что для этой аудитории это не проблема. Да, мне тоже. я как бы могу начать, что ли, этот поиск. Ну, вот, мне кажется, что да, начать надо с того, что сейчас предложили, именно со списка вопросов, потом их отсортировать и уже тогда задавать их конкретно тому человеку, которого имеет смысл пригласить. Ну, конечно, здесь есть несколько аспектов, технологические аспекты, юридические аспекты, финансовый аспект, и, в общем, может быть, это будет не один человек, то есть не может быть, а скорее всего это должна быть. Надо пересмотреть еще раз ваше выступление и, так сказать, вообще понять. Да, Марин, было очень интересно, конечно, и вы широко это все посвятили, и хочется верить в светлое будущее, но... видите, светлое будущее не наступает пока, хотя бы потому, что у меня были технические проблемы, я прошу прощения, но надо будет мне разбираться, почему не было трансляции, когда я видела на экране, но буду разбираться. Спасибо, благодарю за терпение. Спасибо большое. Марин, спасибо большое всем. Всем спасибо. Всего самого доброго. Всего удачи в вашем проекте. Спасибо. Спасибо. Да, будем надеяться. Хорошо. Спасибо. Спокойной ночи. До свидания. Спасибо.